Идеи анархоканнибализма пошли с благословений пасторских гулять по свету. И вот, в духоспасаемом городе Челябинске, братья решила проблему кризиса, начав поедать людей. Но, как всегда, вмешались слуги сатаны и попытались пресечь и наказать. Ясно, что все эти попытки пресечений при парке покойнику, потому что на стороне анархоканнибализма мировой финансовый кризис. А с ним и заговор всемирный, и космические пришельцы. Деревенским пацанам, возжелавших власти и напялиш на себя мундиры и погоны, такое остановить не под силу. Страшная находка челябинских милиционеров шокировала весь город. Рядом с одним из мусорных баков обнаружен труп мужчины, которого бомжи разделали, как душу животного. На место происшествия оперативника вызвали жители близлежащего дома, которые рано утром увидели леденящую душу картину вокруг тела неизвестного мужчины. Взгрудились несколько бомжей, которые пытались отрезать ногу погибшего. «Это было просто ужасно!» — говорит очевидеца происшествия них. Одну ногу они уже успели отрезать, она валялась тут же рядышком, а вторую рубили топором. У меня от испуга сердце из груди чуть не выпрыгнуло. Я вскрикнула, а эти звери обернулись и, увидев меня, разбежались в разные стороны. Даже ногу забыли. Пришедшая на работу 50-летняя творничка Валентина Югова чуть не потеряла дар речи, увидев валявшуюся рядом с контейнером на земле человеческую конечность и расчлененный труп. «Жуть!» — вздыхает женщина. «Я даже не стала подходить к контейнеру» и сразу вызвала милиционера. По словам оперативников, погибший не был бомжом. «На вид это нормальный человек», — говорят милиционеры. «Не бомж.» — одет был в куртку и шапочку. Мертвец, обледеневший, обожженный, его, видно, пытались закоптить целиком, но когда у бомжей этого не получилось, решили труп расчленить и закоптить конечность и по отдельности. Прибывшие на место происшествия оперативники экстренно оцепили район, но людоедов не успели выловить. «Видно и на бомжах сказывается финансовый кризис», — вздыхают местные жители. Съедобных продуктов сейчас выкидывается в мусор и мало. Вот они и перешли на мертвяков. Одно беспокоит, как бы они на живых людей не стали кидаться. Местные жители вздыхают. А неизвестно ведь, чем у них холодильники забиты.